Скандал вокруг девятого маршрута автоперевозок. Журналист Леонид Штекель через Фейсбук распространил информацию о силовом противостоянии. В мэрии эту информацию опровергли, но факт замены частного перевозчика на коммунальное предприятие Одессгорэлектротранс действительно имеет место. В департаменте транспорта уверены, что предприятие 15106, работавшее на маршруте, подало на конкурс документы с ложной информацией. Представители мэрии обратились в суд и в первой инстанции выиграли дело. Сейчас оно рассматривается в апелляции. Тем не менее, срок договора с перевозчиком уже истек. Перевозчик подал для участия в конкурсе документы, которые не соответствуют действительности. Для простоты, например, он подал транспорт, где написал, что это транспорт, например, 2008-2012 года. В тех паспортах было вскрыто, что они 99-2002 года. Решение суда пока еще не вступило в законную силу, потому что подана еще апелляция. Но так как у самого предприятия 15106, по маршруту номер 9, закончился договор, законодательством предусмотрен механизм, чтобы не срывать перевозки. В таких случаях предусмотрена процедура временного исполнения функций перевозчика. До окончательного решения суда исполнять функции перевозчика будет коммунальное предприятие Одесгорэлектротранс. Также Александр Илько отметил, что коммунальщики будут расширять свое влияние на рынки городских автоперевозок. Для этого уже закупаются новые троллейбусы и трамваи. А вот для жителей ряда домов в районе Шкодовой горы транспортный вопрос сейчас далеко не на первом месте. У них в домах до сих пор не включили отопление. Несмотря на указания вице-премьер-министра Зубко включить котельную на территории нефтеперерабатывающего завода, она до сих пор не работает. 2 октября на селекторном заседании, которое проводил вице-премьер-министр господин Зубко, было дано поручение по решению этого вопроса. 2 октября уже практически прошло два месяца. И только завтра, потому что заседание кабинета министров перенесли со среды на пятницу, завтра будет этот вопрос окончательно уже рассмотрен. Мы надеемся, что даст возможность уже включить котельную на нефтеперерабатывающем заводе. Технически она готова. На Черемушках в заброшенной промзоне грядет масштабная застройка. В границах улиц Академика Филатова, Космонавтов, Генерала Петрова и Гайдара появится 7 зданий высотой от 20 до 24 этажей. Соответствующий детальный план территории утвердили на исполкоме. Также в новом микрорайоне построят подземный гараж на 232 машиноместа и большой крытый бассейн с тренировочными залами. В одном из жилых зданий разместят школы неполного дня на 40-50 человек. Срок строительства от 5 до 7 лет. Константин Гречан и Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.